Творческая студия позитивного мышления и актёрского мастерства Татьяны Салмановны Макту в Сае-Судии, а также ресторан Логафеда Бьюти, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. В общем, занимаюсь уборкой в моей спальне, навожу порядок среди моей одежды, так что вот, дорогие друзья, скоро Новый год, у меня есть очень такая красивая сумочка, такая старинная, можно сказать, по старину ёлочная игрушка в виде сумочки. Если вы замечали вообще старинные игрушки, ну или, знаете, такие ретро, антик-игрушки, они очень такие, очень оригинальные, красивые. Но у нас же ни одна минуточка с вами даром не проходит, поэтому, занимаясь уборкой в моей квартире, я сейчас слушаю, сколько-то часов я слушаю книжку Клауса Джоуса «Деньги, а это любовь». Вообще, и вчера тоже слушала, сколько мне нужно ещё книжек прослушать, аудиокниги, я слушаю его аудиокниги, которые есть в доступном формате на Ютубе. Это посланник, книжка-посланник, потом инструкция по посланию любви, вот, и «Деньги – это любовь». Эта книга, по-моему, она около 10 часов, вот такие вот дела. Просто когда занимаюсь уборочкой, то хорошо, если вот как-то вот подряд слушаю, просто можно что-то такое пропустить, может быть, важное, так что вот. Потом снова хотим. Я люблю аудиокниги, интересные, позитивное мышление, смежные науки прослушивать несколько раз, не один раз, а несколько раз, так что вот. Я так думаю, что именно, наверное, в этой своей книге Клаус Джоус рассказывает о том, как говорила Наталья Борисовна Правдина на своих видео, не надо задавать ей вопрос, как выиграть в лотерею. Так что вот, просто Татьяна Салмановна мечтала много лет выиграть парабол в Америке, а Клаус Джоус знает ответ на этот вопрос. Так что вот, я с удивлением вчера на аудио, на одной из аудиокниг обнаружила, он сказал, что, используя энергетические вихри, Клаус Джоус Салман, сам вам ничего не перепутать, используя энергетические вихри, он, так скажем, посещал, или как он сказал, в общем, перемещался в будущее, там смотрел номера выигрышных билетов, так что вот, и в настоящем, таким образом, он выиграл большое, огромное количество денег в лотерею. Я так понимаю, ну, надо еще, вот этот вот момент, он сказал, что даже он на такую инструкцию, как-то, я так поняла, что вот в какой-то его книге можно даже услышать инструкцию по этому поводу. Так что вот, ну, конечно, в своей книге «Деньги – это любовь» он говорит о важности, конечно, посылания любви, а также очень большая важность, благодарности. Так что вот, как я пишу в моем брендировании, как я услышала на его видео, как он говорит, что благодаря посланию любви «Двадцать минут в день» он живет как в сказке. Так что вот, благодаря благодарности и посланию любви, я так понимаю, он живет на превосходной, сказочной, позитивной и волшебной жизнью. В смысле позитива, в смысле счастья. Пишет книги, как он сказал. Если он не путешествует на своей яхте, вот он пишет книги, или гуляет со своей собакой. Вот такие вот дела. Ну, такое немножко еще актерского мастерства. Что я... А, вчера. Вчера, в общем, уборщикой я выходные не занималась, у меня был перерыв. Так что вот, а так, на самом деле, смотрела вчера новогодние фильмы. Я вам расскажу, очень интересные. Один фильм я смотрела и до, так что пересмотрела его еще один раз. А один такой новый, такие-то наши, советские, в общем, фильмы про Рождество. Так что вот. Как там? Мой папа, Дед Мороз. Рекомендую вам посмотреть. Мой папа, Дед Мороз. Это даже не фильм, это даже сериал. А Патент Салман, где-то был сериал. На сколько там? На 3-4, сколько там серий. Так что вот. Там эти фильмы были просто серии, а это был сериал. Очень интересный. Как такой философ неожиданно для себя превратился. Его попросили заменить Деда Мороза, потому что Дед Мороз заболел ветрянкой, его друг. Вот. И попросила, чтобы его и на следующий год приглашали, чтобы место не пропало. А он вообще такой философ, а по ночам бомбил таксистом. Я вообще удивляюсь, как же вот люди, знаете, вот этот философ бомбил таксистом. Шикарная квартира, шикарная мебель. В принципе, совершенно шикарная обстановка. Так что вот такая домашняя. Я так чуть-чуть вам рассказываю. Вот. И вообще очень интересно, как он стал таким Дедом Морозом, философом. Вот. Его вообще Снегурочка взяла 70 на 30, сказала, что будешь работать вешалкой для костюма. Вернее, будешь молчать, я буду говорить. Вот. Ну, не тут-то было. В каких-то таких критических или каких-то таких ситуациях, когда она... Получались там такие вот эти ситуации, что ему надо было спасать ситуацию. А он вообще не знал. Он никогда Дедом Морозом не работал. И все, что он знал, он философ, понимаете, философ. И он им читал как там интеллектуальные философские частушки новогодние. Так что вот. И конкурсы какие-то философские, понимаете, какие-то конкурсы. Ну, он из того, что он из своего, так скажем, знания и опыта, он просто, я так понимаю, хотя не показано, не показано на этом фильме, не его вот эти вот новогодние, так скажем, частушки и вот эти вот конкурсы. Об этом просто сказано. Об этом просто сказано. И люди были просто в восторге, говорили, обычно придет, что-то там такое, обычно как-то это все очень просто. А вы просто, люди, просто многие были просто в восторге, что он такой интеллектуальный Дед Мороз. Не просто, ну, знаете, как обычно. А он вообще вот такой вот, да. Спасал ситуации, вот, и это очень-очень как бы нравилось. Вот такие вот дела, очень интересный фильм, сериал. Так что вот, и даже там такой, в общем, да, бомбила, бомбила по ночам, таксист, даже там показана такая опасность. они дозелся в магнит, не понимаем. Кто хочет, тот посмотрит этот фильм. И еще один момент, как говорится, как режиссер, знаете, как режиссер, я еще смотрю сериал по несколько раз серии «Между нами девочками». Вот, Татьяна Салмановна, как эта актриса, и тексты сама, и Света, и одежда, и режиссер режиссирует. Вот такие вот дела. И в сериале «Между нами девочками» показывает очень хороший эпизод, как героиня фильма Лена случайно ее пригласила, пригласили на съемочную площадку, так получилось, нужна была женщина 40 лет, чтобы она сыграла просто в эпизоде. Просто в эпизоде, как говорится, а вообще такая почти, чуть ли не топ-менеджер, это Лена, понимаете, такой интеллектуальный потенциал, такое высшее образование, и в принципе сыграть вот эту вот, на ресепшене, дать ключ, ну, что казалось бы, роль. А роль такая, ей надо было всего лишь, всего лишь. Она стоит на ресепшене, подходит герой к ресепшену, дает ей паспорт, она смотрит паспорт и говорит, «Ваш номер 333 на третьем этаже слева от лифта», и дает ему вот эту вот пластиковую карточку от его номера. это была вот такая роль, которую она сыграть не смогла, там показано 5-6 или сколько-то там дублей, режиссер был просто в шоке, но он ей не мог сказать, он сказал, чтобы просто, просто такая, просто все было великолепно, поскольку эта женщина была, как говорится, невестой спонсора его фильмов. Он еще плохого ей сказать не мог, но она не сыграла за все эти 6 дублей этого, она там ставила точки после каждого, после каждого как-то вот это вот слово, потом она что-то, она говорит, а паспорт, я не поняла, здесь паспорт и не та фамилия написана, в общем, потом в третьем эпизоде она такая, слева от лифта и слева от лифта, то есть она что-то такое по тексту перепутала, два раза сказала, а этот фильм вставить нельзя, так что вот, это должно быть легко, непринужденно, так что вот, вот такие вот дела, потому что, когда она начала, она говорит, ваш номер 333 на третьем этаже, она вот так начала, он говорит, ой, нет, нет, давай, давай, зачем ты с тобой, то есть вы поняли, да? так что, значит, правда, Татьяна Салмановна учится актерского мастерства, снимаю себя сама на видеокамеру, у меня огромное количество видео, заснято больше до 20 тысяч видео, так что вот, я, в принципе, учусь сама по ютубу, актерского мастерства, заснимаю себя на видео, также я, ну, я училась на телевизион продакшн, но это было не актерское мастерство, так же, вы знаете, режиссурах, я просматриваю вот эти серии, серии между нами и девочками, смотришь, вот сериал смотришь, обращаешь внимание в общем, понимаете, фильм идет, фильм идет, а если ты смотришь несколько раз, уже обращаешь внимание, внимание на обстановку, на какие-то нюансы, но самое интересное, что я хотела сказать, я сказала, давайте ближе вообще к уборщике, вообще думала, сейчас что-то уберу, в общем, как-то все это сделала, порядок, порядок, потому что, знаете, у меня так это еще сейчас, как говорится, мне еще все кухню убирать, полы мыть, все там вообще на кухне мне все мыть надо, посуду надо, сейчас буду пшено, варить кашку, пшено, вот такие вот дела, и здесь, и в этой комнате, и в той комнате без балкона надо убирать, в общем, огромное количество уборочки, вот на моей квартире, такая генеральная, генеральная уборка, и, конечно, с одеждой, сейчас перебираю, потому что, в принципе, одежду я украшаю, в общем, мою квартиру, а теперь мне нужно и ящики протереть, понимаете, вот это вот, помимо того, что вот, и более такое, что, чтобы, ну, порядок, в общем, порядок, тубастик, и все эти, все эти шкафчики вытащить, все это помыть, протереть, книжечки красиво положить, так что вот, потому что, если я вам покажу раму, такой, ну, слишком уж, у меня, конечно, творческий такой беспорядок, но в творческом беспорядке есть порядок, так что вот, чем я и занимаюсь, что еще такого интересненького я хотела сказать, ну, да, новогодние фильмы, новогодние фильмы, тот фильм, да, этот сериал, такой, такой, достаточно, такой, достаточно, очень познавательный, так что вот, ну, у кого есть время, в общем, на самом деле, смотреть вообще вот так вот сериалы, вот, вот такие вот дела, с вами я, специалиста в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Макту, санкетей, ну, что Татьяна Салмановна, покажем себя в полный ров, Татьяна Салмановна, белость, красивый костюмчик, а как не показать, такие шумы, в общем, сейчас, сейчас у меня проветривание было, наверное, знаете, вот проветривала я, здесь у меня вот, было большое проветривание, открыто на балконе, в комнате без балкона, такие шумы, такое чувство, что там опять кладут асфальт, я даже не поняла, какое число сегодня у нас, за понедельник, так что вот, это 20-е, я думаю, что сегодня 20-е, да 20-е, надо посмотреть по тому компьютеру, какое у нас, у нас сегодня 20-е число, 20-е декабря, почти 14 часов 55 минут, осталось 10 дней до Нового года, до феерического Нового года, 20-22, все, можно скажем, что-нибудь еще, что-нибудь, а, про вихри я сказала, про вот это выиграть в лотерею, да, но когда я услышала, что Клаус Джоус, я вообще не поняла, я столько, у меня столько позитивных книг, столько, я могла бы это уже прочитать, и в Америке, как он выиграл в лотерею, сама выиграл в парабол, так что вот, я просто удивляюсь, потому что нужно как-то вот это основное и главное, понимаете, вот это на яхте, понимаете, вот это вот, отдыхает на яхте, ну, он любит яхт, отдыхает на яхте, пишет книги, так что вот, другие говорят, они не знают, как выиграть в лотерею, а он сказал, что используя вот такие вот, но скажу вам по секрету, то, что я прослушала, я слушала еще с утра, рано с утра, книжку, то, что он там в этой книжке говорил, не так-то все и просто, он эти проходил, такой очень интересный, у него такие, я даже не знаю, то есть, очень такие интересные у него мысли, не так все просто, не так, очень так это, как сказать-то, если вам покажется, что это раз и все, то есть, у него такой опыт, много-много-много летний, не один десяток лет, то есть, это нужно понимать, так что вот, и как он приобрел, интересно, в своих снах, вот эти вот энергии, как это вообще взаимодействовать с этими энергетическими викрами, он просто привел такой пример, очень, по-моему, это было об этом, которая отразилась на его жизни в 12 лет, так что вот, ну, его послушайте, я вам пересказывать не буду, это относится к какому-то такому негативу, очень, очень, очень было так интересно, конечно, послушать, но я думаю, что, если кому-то предложат, вот этот опыт, его в 12 лет, о чем он сказал, а потом как-то изучить эти викри, выиграть в лотерею, я думаю, это то на то не стоит, в лотерею тому не стоит, хотя, может быть, у него другое мнение, по этому поводу, так что вот, ну, послушайте, кому интересно, я же не могу вам все это пересказать, так что, может быть, это, вот такие вот дела, вот такая кроссовка, просто оргазмически-феористическая, ну, что, туда просто не, куда-то просто не, сейчас уже ведем съемочку, ну, ну, да, если кратить, вообще класть асфальт, я вообще туда, как говорится, особо, я так это открыла, я не выглядывала, я туда не выглядывала, просто проветривание открыла, просто, знаете, такие какие-то шумы, в общем, что там смотреть на какие-то, вот это, тут, знаете, у меня в окно, вот здесь уже не шанс, лизе, правильно, я же там не на этих вот этих вот, потому что красивенько, надо снять, вот как у них отобеденный фигурит, а так вообще просто вот это вот, заклепали, конечно, шумами, походочка от бедра, походочка от бедра, сейчас все, Фомана его покажет, разбираю мою одежду, здесь у меня музыка, сейчас слышу музыку, чтобы плечики назад, грудь вперед, живот втянуть, я. ну что еще сюда красиво феерическая красота такая феерическая красота ну что, дорогие друзья немножко аффирмации о любви, о велении, вознесенных владык я яркий новый день встречаю для жизни, для великих дел и светом все преображаю в желание лучших перемен освободи меня от недоверия и от невежества освободи меня и силу святого повеления во свете истины то удержи меня ну что, красивенько себя нужно еще где-то все заснять портретом более яркий свет ну что, ну здесь 18 минуточек позитива или сколько тут получилось ох, уж даже больше, уже больше позитива, тем самым там уже 22 минуты ну что, давайте сюда поставлю мою видеокамеру мой ноутбук ну что, давайте сюда Думала там супер-супер красиво, но надо было, конечно, посмотреть, как видеосъемочка получится. Может быть, и здесь надо было себя более вот так вот заснять. Здесь свет нужно выставить. Еще другой свет нужно выставить, принести другую лампу. До этого нужно опять в комнату сходить, ну вы поняли, да? Или все-таки выставлю красивый свет? Ох, да. Что, выполняйся энергии любви, у меня такая музыка, ох, музыка, как называется, для связи с изобилием, ох, музыка для связи с изобилием, золотой код богатства, открой денежные врата сейчас. Это вам не просто так. Музыку слушаем. Это, наверное, случилось после, здесь тоже у меня была аудиокнижечка. Так что вот. Это же надо, да, музыка для связи с изобилием, какие-то герцы, герцы, богатцы, золотой код богатства, открой денежные врата сейчас. Я вам загружу, дорогие друзья. Я эту музычку, к сожалению, у меня сейчас на мою страницу, это, фейсбука я загружу. Потому что ВКонтакте я вам ничего не могу загрузить, у меня с Ютуба туда видео проходит без картинки. Просто как бы то, что я что-то как бы загрузила, он как-то это очень странно, я даже не поняла, что произошло. Я и подумала, такое все какое-то золотое, такая очень спокойная, шикарная музыка, очень хорошая музыка. Я думаю, как раз для уборочки в моей кухне, потому что мне же нужно и буфет мыть, все это составлять. Вот, я вам салмана, нужно, знаете, вот начать работу и делать, понимаете, начать и делать. Вот, вот такие вот дела. Думала, может быть, еще опять занавески, а потом думаю, нет, я стирала занавески во всей моей квартире. Где-то месяц назад, чуть больше месяца назад. Вот. В общем, что, загружаю эту музыку на Татьяна Элл, мою страницу фейсбука. Сейчас с вами, наверное, откроем мой личный кабинет Бэньков Тинькофф. Бэньков Тинькофф от Татина Салмана, где уже хочет 1400 рублей. 1400 рублей. Так что, вот, где же этот Клаус Джоу? Надо срочно эти какие-то инструкции, чтобы вот послать любовь и получить огромные деньги. Так что, вот, в общем, изучаю, я вам расскажу. Я сама изучаю, уже знаете, читаю, как говорят, смотрите, мой летний интенсив. Но сейчас, знаете, такое зимнее, знаете, такое зимнее время. Вот, достаточно у меня такой нижний свет стоит, чтобы читать книги. Это нужно очень хороший свет поставлять. Вот. И потом темнеет уже, в Санкт-Петербурге темнеет в 4 часа. Вот такие вот дела. Такие эти короткие дни. И, конечно, мне нужно прослушать огромное количество аудиокниг. И Клауса Джоуса и еще «Беседы с Богом» Нила Дональда Волш. Затина Салмана. Столько лет прошло. Могли бы уже Затина Салмана, вот когда приехали из Америки в 2008-м, я могла бы уже на компьютер, давно бы уже надо было прослушать. Интереснейшие книги я смотрела, только листала, только отрывки смотрела из этих книг. У меня вся подборка, там же очень много у него этих книг. Вот. Тем, Салмана надо было уже давно прочитать эти книги. А если они в формате аудиокниг, надо было давно уже прослушать. Вот. я включу такой себе подсветочку 5 со светом совершенно уже по-другому косметика ну что-то музыку я загрузила а сейчас я открою мою страницу вконтакте как как и в своих книгах основная идея которую нужно почерпнуть из книг и аудио вообще видео Натальи Борисовны Правдиной что нужно идти за радостью делать то что заставляет наслаждение понимаете за этим идет больше наслаждение деньги счастье шикарная жизнь имеется ввиду быть здоровой счастливой богатой вкусно и правильно питаться чтобы быть здоровой так что вот иметь деньги чтобы покупать радовать себя так что вот шикарную одежду вкусную еду вкусную еду шикарную одежду дома машины вертолеты и так далее вот дима мне написал что я так вообще как же мне написал там этот коммент что Наталья Борисовна Правдина должна мне еще и приплатить или доплатить как там должна вам деньги за рекламу но я восхищаюсь ее книгами и вообще ей лично я же была на ее семинар в 2003-2004 годах вот на как скажем на вот этих говорится как там например на Тони Робинсона как он там эти на стадионы знаете собирать стадионы и в общем это я не была Тони Робинсон лайф я не видела а творчество Натальи Борисовны Правдиной я как бы просто в восторге с 2002 года с 2003 года также как я в восторге но я меньше говорю Джонни Кеха понимаете вот и в принципе я сейчас в таком каком-то вот этом вот восторге от Клауса Джоуса но у них как бы меньше Наталья Борисовна Правдина она охватила широкий пласт понимаете широкий пласт и потом все таки знаете там мужчина она женщина вот как видео я вам еще раз повторяю я видела ее лично она выглядела шикарно она выглядела как вот как знаете как вот есть я рекламировала там эту книгу ее книгу худеем вместе с феей вот когда хорошо вот когда был такой семинар по-моему первый там вот этот вот первый курс позитивное мышление это фуншуй позитивное мышление которое посещала конечно это был какой-то такой период не летний вот весна что ли была точно не помню она была в костюме в черном там костюме как-то в брючном костюме вот но когда летом летом на такое ее курс на лекцию выходного дня о любви понимаете она была в белом в белом платье на макияже она была в белом платье она была понимаете это ногти это нарощенные ногти шикарные со стразами это от макушки это знаете вот как она говорит вот когда она говорит на семинар это я ее лично видела поэтому я и так и восхищаюсь я ее лично видела как она говорит нужно выглядит на миллион долларов вот присоединяйтесь как она говорила к ее вебинару на там женщина на миллион я бы сказала что она выглядела дороже чем женщина на миллион когда начитала лекцию вот эту вот о любви и выглядела от макушки до кончиков как там до до кончиков туфель включая телефон сумочку она выглядела женщины на миллион даже дороже у него все было идеально и такое знаете как вот знаете концерт филиппа киркорова если вы были много раз но несколько раз было в октябрьском когда филипп киркоров выступает и потом идет по рядам и подходит к тебе и ты видишь он вот эти вот я там сидела я была несколько раз на его концерте вот он подходит поет и проходит по вот этому ряду где ты это ну вот вы поняли да и ты видишь филиппа киркорова вот так вот близко и вот у как вот это какое-то вот это вот не совсем какое такое сравнение я говорю прическа вы мете костюм идеальная фигура шикарная фигура макияж прическа волосы уложены я говорю что эти нарощенные ногти со с этими со стразами с бриллиантами как называют с такими штучками украшения сумка красивая кошелек красивый телефон красивые но это и не самое главное самое главное был то о чем она говорила это было настолько поэтому дима я в принципе и как бы с тех времен я как бы покупал там до 2008 года я покупала все ее аудио видео книги все записи все что она там это выпускала и так далее я это правильно не все там там прочитывал от и до ну очень многое из того что эти ее аудио эти видеозаписи просмотрены мною много раз а ее медитации прослушаны мною больше чем по пятьдесят раз в 2004 году у нее шикарные медитации и о любви как она говорит об успехе о любви так что вот так не говорит никто ну я просто как эти я по уме как куплены были и кассеты джона кеха так что я искренне восхищаюсь и в общем как как найти как говорится мало ли кто там что там где там по интернету может вы не видели говорю что а я вот вот так вот поэтому когда канал бит вот это был летом аудио такое видео видео курса женщина на миллионы и в общем в общем да вы посмотрите к она как на тик токе выглядит как она этого там это у нее шикарный дом куплено в турции как она там и йогу и в общем это кстати татьяна салмана я начала заниматься йогой возобновила мои занятия йогой занималась в америке четыре года почти четыре года йога это очень полезно так что вот просто если мне сказать там прорекламируйте там кого-то кого например я не знаю вот это вот ну вы поняли да то есть у меня наверно так не получится я просто говори схожу из того что я лично видела из ее книг из ее видеозаписи из того что я смотрю на ю тубе так что вот а сейчас она вообще изменилась она стала выглядеть знаете вот это вот она вообще у него такой шиньон конечно знаете она изменила ко мне даже как-то и лицо немножко изменился даже не знаю она конечно стала поправилась но как-то ее в общем он стала такая в эти такие формы у нее то есть она как-то вот изменилась понимаете за несколько месяцев пока знаете там найти вот не интернет вот это она очень изменилась знаете такой имидж изменила вот у нее такой длинный шиньон но если вы видели такие длинные белые волосы в общем как-то вот это она по-другому стал немножко выглядеть чем обычно лишь таки короткие короткие такая химия сделана короткие волосы но разные там парики то дому не разные вот эти образы и так далее и насколько она креативно и денежный душ и заряжать батареечку деньги зарядить батарейкой они в общем и кошелек поставить на зарядку и по симарону прыгал прыгнуть со стула и кричать что там как там поперла вы понимаете то есть на самом деле она очень-очень такая охватила такой большой пласт хотя когда она на одном из видео сказала что я всегда думала что она раньше говорила что в общем мастер япчин хай и вообще фун шу она благодарна что в общем она стала известной а когда она на одном из видео сказала что ее известность она как говорится продала в только такое количество больше 10 миллионов экземпляров книг она свою известность и популярность связывает с вознесенными владыками и с велением вознесенных мастеров вот это было мне настолько вообще удивительно слушать потому что в принципе она всегда пропагандировал знаете как там это вот она мастер фун шуй в общем все остальное как-то там вот да потому что фун шуй есть и внутренний и внешний фун шуй и там входит как бы такой вот этот позитив и так далее в принципе она в общем годы года несла быть такой вот в общем мастер как бы мастер фун шуй вот судя по всему знаете как там чтобы быть наверное вот каким-то таким вот и как там знаете как она и говорит да вот создать свою волшебную палочку в общем наверное один из ингредиентов волшебной палочки и есть вот это вот веление вознесенных владык о вообще о изобилии о процветании может быть она поначалу хотя нет она в своих первых книгах об этом писала она об этом не скрывала призыв к фортуне в общем она об этом об этом писала просто она не так много об этом говорила вот ну когда из тут из последних видео она сказала что свой успех она связывает с велением об изобилии вознесенных владык ну это меня очень конечно удивило потому что если бы она сказала что свой успех она связывает с фун шуй с мастером епчин хаем в общем как там потому что в общем годы годы и в общем как там она говорила что в принципе основное основной или как бы треть это фун шуй третья в общем в общем кто интересуется вы можете посмотреть и послушать посмотреть ее как там у нее есть сайт и веб-сайт в общем-то я сама начала я ее рекламирую я и не просто я не то что я ее рекламирую в общем я просто рассказываю понимаете вообще в общем я просто как бы рассказываю рассказывала о том что джоном тех я тоже очень восхищаюсь но у него нет такого вот этого охвата вот этого охвата лично я его никогда не видела вот такие вот дела так что вот здесь очень невероятно привлекательно когда она говорит быть женщиной на миллион быть самодостаточной процветающей говорит об этих восхитительных волшебных вещах кстати называют же говорил там худеем вместе с феей а вот что я хотела сказать что выглядела тогда он вот в том этом белом наряде вот в этом вот от макушки до кончиков в общем ее туфель она выглядела просто волшебный фея это точно так что вот это не больше не меньше это у него такое впечатление было такая вот волшебная фея позитивная книжки вся вообще вот такая вот информация шикарная я говорю что ну все прям все вот это вот также у нее написано худеем вместе с феей книжка так называть вообще там на многих вот этих вот где там вот есть какие-то анонсы и вообще они пишут что ее называют вообще феи в общем как то вот это у нее очень много очень хороших вот этих как там позитивных у нее почти все отзывы хорошие они пишут как бы хорошо вот у нее я так понимаю за много лет а много вот этих людей которые читают ее книжки и вообще восхищаются изменили так скажем свою жизнь в лучшую сторону и присылают ей подарки и цветы как она говорила что в день рождения у нее все в этих подарках и цветах вы поняли да вы такие вот дела так что вот что моя страничка страничка страница в этом вконтакте ну что написать смотрите я сейчас что-нибудь напишу опубликую вы это увидите что написать ну что пишу смотрите пишу смотрите смотрите мое новое видео моей творческой студии позитивного позитивного мышления позитивного заснимаю 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 это видео прямо сейчас скоро загружу сюда сюда на мою страницу так что вот смотрите опубликовала так что вот смотрите опубликовала 45 минут, ну, уже не будем, потому что подумала, может быть, 28 минуток позитива сделать, нет, ну, я, божик, знаете, у меня там есть, знаете, такие, 8 минуток, 18, 28 минуток позитива со мной, Статьяна Салмановна и Мактум, Саэфудин, так что вот, ну, в основном, конечно, знаете, снимаешь видео, если, конечно, специально, ну, такой, знаете, проект, у меня различные проекты. Live Journal, так что смотрите, два мои канала Ютуба, Татьяна Салмановна и Мактум, Саэфудин, на русском, на английском языке больше 7 тысяч видео, на каждом видео я, 20 тысяч видео я засняла, но загрузила больше 7 тысяч видео, так что вот, около 500 видео моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, также можете посмотреть на этих моих каналах Ютуба, которые я уже озвучила, в общем, мою страницу ВКонтакте я вам показала, так что вот. Это моя программа, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна и Мактум, Саэфудин, специалиста в области позитивной психологии. 48 минут позитива со мной, Статьяна Салмановна и Мактум, Саэфудин.